Арчи был самым любимым питомцем в семье. Семье, проживающей в одном крупном поселке нашей необъятной родины и занимавшейся фермерством. Но Арчи был необычной собакой, он был практически настоящим волком, точнее волкособом, помесью собаки и волка. Его мама по кличке Альма как-то пропала из дома на несколько дней. Ее искали и было уже отчаялись найти целой и невредимой, но она вернулась сама. А через три месяца принесла двух маленьких слепых комочка. Одного малыша пристроили, другого так и не смогли и оставили себе. Так и жили Виктор, глава семьи, его супруга Наталья и Арчи с Альмой. Люди вели хозяйство, выращивали много разных культур. Собаки занимались охраной, хотя охраной это можно было назвать лишь формально. Охранять было-то неоткого, вокруг были все свои. Арчи рос быстрыми темпами и уже в самом раннем возрасте Виктор стал замечать, что щенок не совсем обычный. У него все сильнее стали проявляться волчьи черты в характере и во внешности. Ну точно с волком согрешило, думал мужчина. Время шло своим чередом, в таких тихих и умиротворенных местах оно идет медленно. Люди успевают наслаждаться жизнью и окружающей их красотой. Яркими полями, древними лесами и величественными озерами. Для многих нет ничего лучше на этом свете, и они ни за что не променяли бы такую жизнь на городскую суету. Когда Арчи исполнилось два года, внезапно умерла его мама. Альма не была очень старой или больной собакой, но так иногда случается, это жизнь. Виктор и Наталья страшно горевали по этому поводу, а пес ничего не ел несколько дней, лишь лежал в темном углу и тихо поскуливал. Связь между животными бывает ничем не слабее, чем у людей, а между мамой и сыном так и подавно. Но время лечит раны, и со временем в жизни стали возвращаться краски. Арчик совсем вырос, большим, статным, потрясающе красивым и очень характерным. Нет, он не был агрессивным или непослушным, но всегда показывал хозяевам, если был недоволен или с чем-то не согласен. Когда в доме появился еще один маленький член семьи, пес был немного ошарашен. Его одолевало любопытство, кто же там постоянно плачет в соседней комнате. Но поначалу его не пускали посмотреть, но Арчи постоянно лежал под дверью и внимательно слушал. Когда его все же пустили, он увидел в кроватке маленького ребенка, лежащего под одеяльцем. Арчи аккуратно принюхался и с нескрываемым интересом стал рассматривать малыша, смешно поворачивая голову с одной стороны на другую. «Арчи, познакомься, это Арина», – друг сказала Наталья, присела на корточки и потрепала собаку за холку. «Теперь ты будешь ее защитником, а может и нянькой». Виктор рассмеялся. «Да, большая меховая нянька». И родители как в воду глядели. Арчи сразу полюбил малышку, постоянно лежал рядом с ее кроваткой, охраняя ее сладкий сон. Когда Аринка подросла и уже бегала по дому на своих двоих, то пес везде бегал за ней хвостиком и приглядывал. Он позволял ей то, что не позволял больше никому. Он лежал и спокойно терпел, когда ребенок, громко смеясь, тянул Арчи за ухо, пытался выдрать усы или вцепился в хвост. В общем, это была самая настоящая и крепкая дружба с первого взгляда. Родители всегда с умилением смотрели на эту замечательную парочку и были спокойны. С таким другом Аришки был никто не страшен. Когда девочка подросла и считала себя уже совсем взрослой в свои шесть лет, случилось одно знаменательное событие. Они с Арчи, как всегда, бегали по деревне друг за другом, кричали и играли. Был самый обычный день, и ничто не предвещало беды. Никто до сих пор не знает, как так получилось, что заигравшись они убежали от деревни в сторону леса, а потом и вовсе углубились в чащу. Аришка, наверное, была слишком самоуверена и ничего на этом свете не боялась с таким-то защитником. Выскочив на лесную поляну, они продолжили дурачиться и валяться на земле. Внезапно прямо под ними послышалось угрожающее шипение. Арина опустила глаза на землю, но было уже поздно. Гадюка одним молниеносным броском атаковала девочку и укусила ее за ножку. Арчи среагировал моментально. Он бросился на змею, и началась непродолжительная, но яростная схватка. Храбрый пес убил гадюку, практически перекусив ее пополам. Но его маленькая хозяйка таяла прямо на глазах. Он схватил Аришку за шиворот и потащил прямо по земле, так быстро, как только смог. Он чувствовал, что силы его покидают, но нужно было двигаться. Для него не было ничего важнее, чем жизнь его маленького друга. До дома оставалось уже совсем немного, всего несколько сот метров по проселочной дороге. Пес на секунду остановился, посмотрел на совсем слабую хозяйку, взял ее за шиворот, хотел сделать еще шаг, но упал на землю. В глазах потемнело и стало тихо. Бежавший навстречу Виктор, который уже начал беспокоиться и искал своих любимых, плакал. Добежав до места, он упал на колени, поднял Аришку на руке и побежал домой. Положив девочку на кровать, он крикнул Наталье, чтобы она бежала за фельдшером, а сам со всех ног рванул за Арчи. Принеся собаку домой, он с ужасом осознал, что помочь было уже ничем нельзя. Храбрый пес умер. Гадюка успела укусить его прямо в мордочку. Фельдшер, осмотрев девочку, почти сразу понял, что случилось, увидев чуть выше лодыжки две четких отметины от зубов. Ее удалось спасти. Все село плакало, когда люди узнали о самоотверженном поступке верного пса. Его похоронили неподалеку. Все из старым лад скинулись деньгами и поставили собаке самый настоящий памятник из камня. было написано «Храброму Арчи за спасение любимой дочери». Когда Аришка выросла, она уехала в город, обзавелась семьей, но не проходила ни одного года, чтобы она не пришла на могилу своего спасителя, не принесла свежие цветы и не помолчала несколько минут рядом с ним. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!